Германская компания Минихре основана в 1880 году, довольно-таки давно на рынке, является сейчас лидером в области мирового страхования и перестрахования. В нее более 5000 страховой фирм, которые с ней работают в более чем 160 странах мира. Поэтому покрытие у нее на весь мир. И подразделение Минихре, которое оценивает географические риски, уже около 40 лет собирает данные по рискам в свою систему, о катастрофах и возможных опасностях. И надо сказать, что это приложение, которое мы собираемся вам показать, имеет новый дизайн, отличный дизайн. Но 10 лет она выглядела немножко чуть поскромнее, но функция предоставила все те же самые, и была также реализована технологией ARGIS. Это пробная версия, где мы можем посмотреть и получить представление о тех данных, о тех возможностях, которые имеют система, о тех данных, например, по рискам природным. Это и землетрясения, данные по рискам по землетрясениям, по вулканам, цунами, тропическим тайфунам, нетропическим циклоном, например, граду, торнадо, грозовые разряды, пожары, наводнения, ливневые палатки, статистика есть, водонагонные явления. Кроме этого, собранный, допустим, доступ, есть информация по зонам креста, и представленная, например, статистика по наводнениям за некоторый период времени, это 2012-2016 годы, где мы можем посмотреть по каждому из объектов, получить, например, ущерб в оцененной и нанесенной инфраструктуре страны и этой местности. Кроме этого, приложение позволяет осуществлять поиск, например, и оценку зоны риска для конкретного местоположения. Давайте выберем Россию, мне хочется узнать про город Иркутск, что-нибудь, что нам может сказать система. И автоматически происходит расчет зоны для данного местоположения, риска попадания в шкалу землетрясений, штормов, пожаров, и можно подготовить отчет в таком ВПДМ в формате для конкретной точки, где, собственно говоря, у нас будут наши риски представлены, оценены. Кроме этого, это демо-приложение позволяет работать и с набором объектов, например, у нас есть демо-набор на Европу, что мы можем посмотреть наши застрахованные объекты, посмотреть их местоположение, например, посмотреть карту плотности застрахованных местоположений, в Европе сразу ее построить. Немножко приблизимся. И, например, дальше здесь у нас количество объектов застрахованных, а можно посмотреть по сумме страхования, общей застрахованной. И совершенно, видите, совершенно другая картина уже у нас перед глазами. И также можно проанализировать статистику по всем этим объектам, какая доля у нас из них попадает, например, в зоны с землетрясениями, или штормами, или в зоны пожаров. И также подготовить, создавить отчет, какое-то время генерится, чтобы не тратить ваше время, я его немножко подготовил заранее. Для группы наших объектов, которые у нас есть, уже есть статистика, и по каждому из рисков она приведена. Здесь тоже идет оценка, насколько у нас точно нанесены наши объекты, их местоположение, насколько точно так же оценивается. И система довольно-таки быстро, оперативно позволяет получать информацию о объектах, как самой компании, так и для страховых, и андерайтерам работать с этой системой. И доступ к ней через веб, и ARGIS содержится под капотом этой системы и полностью поддерживает ее.